Здравствуйте, друзья! Я чувствую, вы уже догадываетесь, что сейчас будет происходить. Вот это большое количество деток с дедушками и с бабушками. Все эти детки и их старшие товарищи собрались на спектакль. Вот вы видите Марину. Марина была когда-то свидетелем на свадьбе у нас со свадьбой. Здесь мы с ней, можно сказать, новогодние елки. А дело было 40 лет назад. Это Ирина. Ирина никогда не училась в Портовском Петербурге, но ее муж у нас преподавал. Так что мир очень тесен. А вот, друзья, Саша, наша внучка. Она в первых рядах. А это наш дальний воскресенье. Давным-давно на далеком севере, в Лапландии, стоял ледяной замок. И в нем жила снежная королева. Трудно было представить, как она была хороша собой. Она вся была из ослепительно сверкающего льда. Глаза ее сияли, как звезды. В ее холодном дворце было много чудес. И среди них было ледяное зеркало. Вот как-то день Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками. И вдруг, как раз когда на башенных часах пробило пять, Кай воскликнул. «Ой, меня кольнуло в самое сердце! Ой, а что-то теперь попало мне в глаз!» Девочка обвела ручонками его шею. Кай мигал глазами. «Нет, ничего не было видно!» «Наверно, выскочил», — сказал он. И в том-то и дело, что не выскочило. Это был как раз крошечный осколок зеркала снежной королевы. Он попал Каю прямо в сердце. Теперь оно должно было превратиться в кусок льда. Будь прошла, но осколок остался. Кай посмотрел на Герду. «Тьфу, какая ты некрасивая! И чего ты хнычешь? Так, сейчас возьму и уйду отсюда!» Он встал, повернулся и ушел. Кай мигал глазами. Олень домчал Герду до владения снежной королевы. «Дальше я идти не могу», — сказал он и остановился. «Ты пойдешь одна». «Все хорошо закончилось. Вы слышите, что музыка хорошая, праздничная». «Друзья, небо шло, чудес, Дед Мороза!» «Смотрите, вот так вот, четвертый, нет, третий всего, четвертый». «Здравствуйте, ребята! Я летел, летел, смогу, так много ребят собрал. Да, я думаю, поздравлю, с новым хором!» «Дед Мороза!» «Не надо, Дедушка Мороза, микрофонов!» «Дедушка Мороза, у меня предложение. Здесь некоторые дети вели себя прекрасно, а некоторые, даже герои, сидели в третьем ряду. Им было плохо видно. Вот тому мальчику тоже было плохо видно. Давайте начнем с героев. А Саша, Саша тебя зовут? «Я?» «Нет». «А как?» «Сам». «Вот он вообще уступил свое место братьеву и сестричке». «Молодец! Молодец!» «Ну тогда с них мы начнем с наших героев». «Вот давайте, детишки, сначала с третьего ряда, давайте». «Могите ко мне!» «Сейчас поможем. Выходите сюда, с третьего ряда. Выходите сюда». «Хочу сказать, друзья, что однажды я был Дедом Морозом. Молодой был, неопытный. Я не знал, какой это кошмар. Дети, которые налетают на тебя ордавый, особенно те, что постарше, и норовят не просто взять подарок, а еще выбрать что-то в твоем мешке. Вот. И ты от них отбиваешься, но вежливо. В общем, оттесняешь их корпусом. В общем, маленькие, хорошие. «Тише! Тише!» «Да-да-да-да!» «И можно печь, кто знает, где суродилась йога. Пошли!» «Лису родилась елочка, и слон она росла. И в мой летом стройная, зоная была. И в мой летом стройная, зоная была. Сашенька, как тебе? Давай помашем всем ручкой. Твоя большая красивая девочка. Не так, это самая частная вторая девочка. Все, ну, Сашенька, ну ты веришь в Дед Морозов? Молодец, девочка. Все это вот тут происходило. Вот там у них веб-сайт даже есть. Вот она. Аблония Мьюзик. Это в городе Купертино. Сашенька, как тебе понравилось вот такое, когда рассказывают, а потом музыку играют? Это такой синтетический жанр. Как тебе? Нормально. Ну, интересно? Музыка интересная была? Да. А что тебе, Саша, больше понравилось? Картинки или музыка? Музыка. Ну, хорошо. Я просто подумал, что вот там они говорят, что когда ты музыку слушаешь, это помогает тебе понять, что в сказке происходило. Действительно так? Настроение передается, да? Да? Угу. То есть ты одобряешь? Угу. Ну, что же, давай, а что в подарки у тебя? Не-не, ну, кроме колокольчика. Это я понял. Конфеты. Наверное, мандарин. Ну, ты любишь подарки получать? Конфеты? О, хорошие конфеты. Хорошие конфеты, да? Нет, это уже второй раз мандарин дают. И Дед Мороз шоколадный. Потому что традиционный новогодний мандарин. Ну, что же. Странно сидеть на какой-то дяди какой-то чужого. Подожди, а он тебе говорит, ты веришь в Дед Мороза, а ты говоришь нет. Угу. Ну, а как же, а он сам Дед Мороз. Он не настоящий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok